народ всем привет седьмая неделя столярки за 26 недель и сегодня без предисловий потому что есть очень важная информация друзья столярка мечты за 26 недель будет выходить раз в пару недель не каждое воскресенье всего лишь раз в две недели и сейчас объясню почему к сожалению у меня есть такая плохая черта когда нужно сделать что-то одно я забиваю на другое и в случае со столяркой за 26 недель получилась аналогичная ситуация и чтобы создавать какие-то видеоролики набирать информацию на них я абсолютно забивал на развитие какое-то потому что за семь недель все стопориться ужасно стопориться и все очень грустно поэтому я думаю никто от этого не потеряет возможно это хорошая новость для кого-то кто наблюдает столярка будет выходить раз пару недель но иногда когда информации действительно будет много я думаю это будет достаточно скоро когда все это разовьется немножечко старинка будет выходить стабильно по воскресеньям это первое второе столярка будет длиться четыре минуты формат 4 минут я думаю что это будет вполне себе хорошо и правильно потому что порой информацию можно скомплектовать формат 4 минут чтобы не растягивать на 8-9 минут, я заметил, что 8-9 минутные ролики просматриваются всего лишь в среднем 5 минут. Поэтому, какой смысл? Лучше, короче, понятнее и самое основное. Теперь о том, что было на этой неделе, друзья. И самое главное, конечно же, что было, это создание изделий. Я сделал порядка 20 изделий подобных тем, которые я показывал на той неделе. Те, кто не видел, можете посмотреть. Ссылка будет в описании на инстаграм-страницу Клешня. Там, Клоу Продуктс. Вот. Подобных украшений порядка 20. Одну партию я немножечко уничтожил, просто перепутал немножечко. Не добавил, так сказать, отвердителя достаточно. И они у меня получились просто резиновые. Вот такие вот. Я надеюсь, хорошо видно. Но в целом прикольно, но, конечно, не очень. Вот. Как-то так. Пока что сосредоточен на этих изделиях, но пришел к выводу, что, конечно же, надо делать еще и другие. Буду постепенно сейчас вливаться в поток работы. И хочу сказать, что это очень-очень заинтересовывает, когда что-то делаешь. Это первое. И второе, конечно же, я обещал на той неделе, что буду продвигать свои публикации в Инстаграме, то есть рекламировать их. И я это сделал. Слава Богу, об этом есть что рассказать. Ну, не так уж и много, но все-таки. Для тех, кто не знает, необязательно покупать у кого-то рекламу, чтобы как-то свой товар продвинуть. В Инстаграм можно просто продвигать свой товар какой-либо просто с помощью рекламы, которую сам Инстаграм и предоставляет. Вот. И этим я и воспользовался. И, конечно, на мизерную сумму в 300 рублей, но все-таки я ставил публикацию, и мои изделия попадали в рекомендации рандомным людям. И хочу сказать, что есть один выхлоп, один выхлоп. Ничего не купили, естественно, но одна дамочка написала и интересовалась, что это такое вообще и из чего это сделано. Потому что выглядит очень странно, и она не видела подобного. Это очень прикольно, это очень классно, что люди некоторые вообще еще даже не видели каких-то изделий из эпоксидки. Значит, что шанс на покорение рынка есть. Это очень хорошо. Вот. Думаю, конечно, если пополнить страницу большими публикациями, потому что сейчас всего лишь 4 публикации, это очень сильно смущает людей, кто бы что ни говорил. Вот. Дело изменится к лучшему. Именно этим я и планирую заняться. Поэтому как бы столяркой будет выходить чуть реже. Вот. Как-то так. Подытожим быстро в формате 5 секунд. Столярка будет выходить чуть реже. В формате 4 минут. Я думаю, уже 4 минут скорее всего набралось. Ну, и как бы на данный момент все. Пришел момент работать, работать и работать. На этом я не задерживаю, друзья. Кому интересно, в описании есть ссылки на инстаграм. Переходите. Смотрите, пожалуйста. Можете подписываться на меня. На меня, ребята. Ну, у меня там фотографии. Ну, что такое? Почему не подписывайтесь? Ну, бог с ним. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры DimaTorzok